всем огромный привет хочу показать свои покупки которые я сделала в магазине фикс прайс несколько средств и в магазине улыбка радуги давайте начнем с фикс прайса я взяла только то что мне было необходимо и в принципе зачем я и зашла активный гель пемос обещает что будут очень яркие вещи сохранять наверное цвет в нем очень тяжелый литр 300 миллилитров вот такой большой видела много на него обзоров но сама беру первый раз правда интересно попробовать он такой не сильно жидкий то хороший но попробую я вообще гелями не так давно начала стирать и мне нравится сложно было отказаться от порошка и перейти на гели но вот сейчас знакомлюсь и в принципе очень интересные средства у меня закончился вот такой кондиционер от вилор только не помню как назывался желтый само средство было желтого цвета в пустые баночки положила девочки очень хвалили желтый и вот этот розовый я взяла для разнообразия розовый очень хочется познакомиться теперь с ним ароматы из бутылочки мне понравился если пема стоил 99 рублей этот стоит тут видно 55 в нем один литр кондиционер для изделий из ткани ну попробуем и его потому что первым не понравился желтый буду брать еще есть голубой в голубом цвете но не все его хвалили по крайней мере аромат говорили девочки не очень но я не стал рисковать зала и дальше фикс прайс тоже по необходимости взяла вот такую салатник если это можно назвать или блюдце не знаю как правильно на русском не вижу она он стоил это ну она это блюдо стоило 99 рублей я себе такое уже брала мне очень понравилось этот я взяла подруги мы с ней живем в разных городах многие это знают и то что нет у нас фикс прайсе но мне хочется она берет у себя ну и соответственно наоборот то что нет у нее фикс прайсе а есть у меня я беру для нее часто меняемся такими мини посылочками иногда макси посылочками и вот эти вот хотелочки посылаем друг другу очень мне понравился этот салатник выглядит хрусталем прямо вот реально обычно стекло все равно имеет какой-то желтоватый потом как тут прямо как будто хрусталь приятно смотрится на столе и ну даже как бы белая скатерть и вот этот вазочка вот это салатник смотрится очень симпатично ну и необходимое что мне как необходимое недавно я показывала коллекцию чая поэтому я не сказал что это необходимое но этот чай мы действительно любим он у нас должен быть все время муж у меня все уходит вокруг него это тес черный чай с чабрецом и цедрой лимона кажется так лимон и чабрец да потому что ценник у нас любит лепить чуть ли не на лоб покупателей потому что мы прям на само название уберу из кадра и так же снова взяла все что было в магазине это два батончика ну как их было много я вам показываю два вида это арония иммунитета с черноплодной рябиной и апельсин для тонуса очень они мне нравятся они там стоят по 1250 хорошая цена девчонки некоторые говорят что кажется в магните ваша не есть подешевле но от меня магнит очень далеко ашана атака у нас нет поэтому для меня fix price оптимальная цена все fix price закончен теперь любители декоративной косметики пришло наше время давайте я покажу что же я взяла в улыбке радуги взяла лосьон лосьон пропеллер очень оценила я эту марку давно девчонки хвалят ее используют не только молодежь против возрастных своих изменений когда прыщи идут по лице вот по лицу но и взрослые девочки которые тоже бывают по каким-то причинам бывают высыпания поэтому я взяла второй раз мне очень нравится даже аромат нравится и когда конкретный идет период когда нужно уже пользоваться я и спасаюсь вообще у меня лицо кожа нормальная и не часто бывает такое чтобы прыщ где-то выскочил но тем не менее все равно такие ситуации случаются давайте так чтобы красиво все было шла я улыбку радуги за тенями мне очень понравились у некоторых девочек тени от эссенс шла я за конкретными оттенками которые я видела в наши улыбки радуги но пришла там кот наплакал поэтому я с горя взяла себе румяна от эссенс давайте я поближе покажу их название номер 22 и вот тут сверху написано название румяна я специально взяла такие яркие ими легко легко переборщить скорее ими сложно сделать правильный румянец вот они прямо но я специально переборщиваю чтобы вам показать реальный цвет их можно вместо сухой помады наверное использовать я и взяла не совсем себе я взяла своим куклам потому что кукол я тонирую кофе и они такие смуглянки и когда румяна у меня светлые я куклам отдельные покупаю румяну последние неудачно купила слишком светлые и нужно уж долго долго их теребить чтобы как-то было видно на мордашках кукол кошек и я взяла уже сразу темные чтобы уж как нанесла и их румянец был виден для них это такой цвет который очень даже девчачий и очень даже симпатичный поэтому мальчиком котиком я буду бледный румянец делать а девочка вот такой вот яркий но я на себе тоже попробую если мне понравится я буду у них таскать но теперь давайте помады помады и блески не могу пока остановиться с помадами очень они мне нравятся увидела новую для меня новую марку у меня таких еще не было помад не буду коверкать название потому что опять надо мной будут все смеяться вот так вот они выглядят очень красивые оттенки на мой взгляд очень красивые вот так называются я думаю видно давайте начнем 16 оттенка не сатина не шиммера по них нет вот такой интересный цвет мне кажется прям женский цвет он такой розовый сочно розовый уходящий даже в какой-то красный для меня это с моим почти бесцветным пигментом губ очень яркий и очень смелый цвет практически красная помада никогда своей жизни не носила красную помаду вот и второй цвет уже посветлее номер 27 я уже показала и она выглядит уже вот так нежная нежная нюдово-розовая как я люблю и при этом достаточно сочный цвет также никакого шиммера никакого сатина легко наносятся я бы даже в них нашла увлажнение такие симпатичные две помады по цене не помню но меньше 200 рублей они стоили я была не в скидочный день но цена была все равно достаточно хорошая вот так смотрится оба оттенка а может быть вам показать если вдруг интересно вот эту информацию тут точнее видно название может быть еще какая-то важная информация дальше тоже этой же фирмы только уже блеск для губ на не знаю может быть вот здесь вот мелко написано где-нибудь но номер был только вот на бумажке которые я сохранила больше я тона нигде не нашла тут написано что это тон 106 теперь я спокойно смогу его выкинуть и благополучно про номер забыть я бы это назвала не блеском а лаковой помадой давайте посмотрим вот такой идет он жик и смотрится прямо как лаковая помада давайте побольше то чуть я очень жадно скупо набрала ну в общем видно вот так красивый оттенок он скорее между этими двумя и более такой яркий сочный так смотрится понравился я бы сказала больше ну вот как на губах благодаря тому что текстура достаточно густая и и чувствуешь но липкости как у блеска особого нет носить можно но кто не любит чувствовать на губах вот тяжесть помады то не понравится мне было очень интересно все таки потестировать и я с удовольствием это сделала уже ближе к кассе увидела вот такие блески такие интересные так они мне цветом понравились я уже название разглядела дома взяла два одинаковых я это целый отложу я схватила подруги просто но такой цвет красивый и два вот так вот дома уже увидела это что жан-мишель я знаю что жан-мишель они достаточно липковатые и у них есть вот такой приятный аромат но если привычка есть облизывать губы этот аромат является и вкусом когда ощущаете вкус этого блеска уже аромат не очень нравится потому что ну понятно вкус невкусный давайте вам покажу цвета цвета действительно красивые очень упаковка такая прямо достойная красивая первый блеск номер 42 у него спонж такой скошенный немножко срезанный видно до лопаточкой ложится плотно и тоже выглядит на губах помадой мне кажется так то красивый конечно и на губах я его поносила для меня носибельно я не облизываю губы у меня нет такой вообще привычки просто специально тестирую чтобы вам рассказать то есть я-то буду своим все равно пользоваться понравился а второй номер 39 он был там один еще были очень темные темные я не люблю и вот номер 39 давайте тоже вам покажу тут спонж уже прямой лопаточка но не скошенная на бок как в том хотя интересно что по сути-то одна модель то они немножко схожи но вот этот идет нюдово-розовый а первые нюдово-персиковый или розово-персиковый и блестят вот эти блески их можно без карандаша а вот этот блеск который похож на лаковую помаду вот я вам поближе специально покажу надо обязательно с карандашом я боюсь что может поплыть в складочки ну вот видно да что он как-то вот не так как хотелось бы ложиться я его еще потестирую дома поношу но думаю что ему самое место с карандашом чтоб не рисковать вот такие вот были у меня покупки но хочу еще показать одну палетку которую я в принципе то показала когда иван заказ показывала когда показывала в покупках не тестировала еще вчера весь день ходила с макияжем с этой палеткой палеткой я боялась что вот этот вот блестящий цвет белый и черный будут сыпаться блесток конечно много но не сыпется тушуется очень хорошо вот этот темный с розовым смотрится очень красиво на глазах если вы любите такой смоки айс то вам понравится по восьмому каталогу в компании иван он шел в распродаже 199 рублей и уже никакой скидки давайте я тут тоже уже покажу для тех кто не любит может быть смотреть и водовские вещи но интересно как будет смотреться будут смотреться эти тени и перенесу вот так они смотрятся мне понравилось на глазах то что я боялась боялась не подтвердилась макияж был красив вот я перенесла и по сути смотрите отдача хорошая все блестит ничего не сыпется но наносила я кистями аккуратно конечно крышка вот открывается хорошо до конца зеркала нет спонжами я не пользуюсь отвыкла вот такая красота они выводятся из каталога и вот с огромным удовольствием взяла и буду пользоваться название так видно да там не помню точно какое-то что-то розовое в названии но тут понятно тоже но и в переводе также было вот такие вот были в этом месяце покупки я ими осталось довольно все мне очень понравилось надеюсь вам со мной было интересно с удовольствием посмотрели мои небольшие покупочки всем спасибо за внимание и до новых встреч